Благодать и мир вам, дорогая Церковь Христова, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, которые нас посетили, друзья, которые с нами находятся. Я желаю продолжить тему сегодняшнего нашего богослужения, поднять наш взгляд на синее небо и посмотреть, где на того, кто в неприступном свете пребывает и который свою любовь доказал нам, который вечную любовью возлюбил нас. В основании я прочитаю место священного писания, которое записал Иеремия. Это 9 глава, 23-24 стихи. Иеремия 9, 23. Так говорит Господь. «Но хвалящийся хвалит тем, что разумеет и знает меня». Мы все понимаем, что такое хвалиться. Это иметь то, что переполняет меня. Я готов говорить и радоваться и хвалиться этим, Господом нашим, что разумеет и знает меня. Эти богослужения, когда мы вспоминали Господа Иисуса Христа, который оставил небо, оставил славу, взял плоть вот такую, как нас, стал сыном человеческим, пришел на эту землю, служил людям и был в страшных муках, казнен и умер. И смерть его не могла удержать. Он на третий день воскрес, являлся ученикам, радость принес и вознесся. И исполнил обещание лучше для вас. «Я пойду, молю Отца, и Он пошлет, от меня возьмет Духа Утешителя, который с вами будет и в вас прибудет». Это исполнилось. Мы вспоминали в прошлое воскресенье. Я желаю сегодня похвалиться Господом, который любовь свою явил на деле. И Слово Божие говорит, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Господь Иисус Христос стал оправданием нашим. И по вере мы имеем мир с Богом, который пребывает в неприступном свете, которого никто из людей не видел и видеть не может. А нам Иисус явил. Он говорил, слушающий меня, слушает Отца. Видевший меня, видит Отца. Я, Отец, одно. О, это великая любовь, которая явилась нам во Христе Иисусе. Верою мы имеем мир с Богом. Что такое вера? Наша молодежь, которые готовятся к крещению, они прекрасно знают и процитируют. Это записано в послании к евреям. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимое. То, что мы ожидаем, то, о чем говорил Иисус Христос, оно осуществляется. И многое уже в моей жизни, в твоей, осуществилось. И уверенность в невидимом. То, что мы называем мир невидимый, мир духовный, но он реальный. И глазами веры мы видим и ожидаем. На этой неделе мы имели траурное богослужение, когда наша сестра, старица, ушла в вечность. И свидетельства слышали от ее дочери. Она говорит, я сегодня буду умирать. Она говорит, мама, да что ты, с чего ты взяла? Она говорит, я видел, ангел пришел и подал мне руку. Это невидимый, но реальный мир ангелов, который окружает нас. И я верю, она увидела, и это был полный мир. Она поделилась с дочерью, с сыном. Не ушла. Тело осталось. И мы имеем уверенность в этом, потому что слово открывает. Слово – это книга Библии, это слово от Бога. И ему нужно верить. Помните, когда Иисус Христос по воскресенью являлся учеником, и там одного ученика не было – Фомы. И потом на следующий раз, когда Иисус явился, потому что ученики, когда говорили свидетельство, он говорит, я не поверю. Если я не увижу рану и не вложу персты мои, я не поверю. Он пришел и говорит, Фома, подойди, потрогай меня и руку вложи в ребро мое. И он говорит, что блажен, не видевший, но веровавший. Этими являемся мы с вами. Фома был свидетелем многих чудес, которые Иисус Христос явил. Иногда чудеса – это… Понимаю, что если с ним Бог, он может это сделать. Но есть чудеса, которые противоречат разуму, здравой логике, практике жизни и законам, которые есть. Помним Лазаря, 11 глава, Иоанна нам повествует об этом. Есть законы физики. И мы даже если не знаем, кто его открыл, этот закон, но мы с уважением относимся. Если я залезу на крышу дома, то я не буду прыгать вниз, потому что знаю, что закон физики, закон притяжения, он сработает. Пи-эм-квадрат сработает, и я так на землю приземлюсь. Поэтому я аккуратно по лестнице спускаюсь. Есть законы химические. Когда у нас пропадает яблочко или какой-то продукт, мы его в землю на грядочку закопаем. Потом короткое время его нету. Он превратился, он сгнил и превратился в землю. Это химический процесс. Дети, вы любите сидеть у костра? Вы видели, как горит дерево? Кстати, это какой процесс? Это физический или химический? Когда горит дерево и сливает. И дерева больше нету, но остается зола. Уголь или зола. И это закон, который никогда, эта зола в дерево не превратится. Никогда это яблочко, которое сгнило в земле, оно в яблочко не превратится. Оно может потом удобрить землю, и произрастет помидорчик или огурчик. И наука нам говорит, в этом мире ничто не исчезает бесследно, все видоизменяется. Дерево превратилось в золу, яблочко превратилось в минералы. Есть наука биология. Очень хорошая, красивая наука. И она нас учит, что в человеке кровь, которая ходит и обогащает клетки нашего организма, и она обогащается кислородом, если остановится кислород, кровь не будет обогащаться, она перестанет двигаться, мотор остановится, и тогда начинается разложение, и тело разлагается. Так произошло с Лазарем. Четыре дня, как он в огробе, и уже разлагается тело. Господи, невозможно. Есть закон. Невозможно восстановиться организму, если он разлагается. Так не бывает. Так быть не может. Но так было. С Лазарем так было. Так написано в Библии. Там было свидетелей десятки, сотни. Помните, когда написано, что пришли в Иерусалим на праздник Пасхи, многие пришли, чтобы увидеть Лазаря. Они знали его лично. Они знали, что он умер, и говорят, что он воскрес. Иерусалим не может быть. Знаете, я не Фома, но если бы я там был, я бы точно подошел к Лазарю. Я бы ему руку подал. Обнял бы, похлопал. Точно Лазарь. Как это могло быть? В истории, я верю, до Лазаря и после никогда такого не происходило. Потому что есть законы. Есть законодатель. Но тогда рядом с могилой Лазаря был законодатель. Бог. И Бог может сказать, и то, что вразрез идет с нашим разумом, с опытом нашим, с законами, Богом поставленные, а не повинуются Ему, потому что Он Бог, Он законодатель. Я абсолютно верю. Так было. Так написано в Слове Божьем. Так сказал Бог. Бог, хвалящийся, дохвалится тем, что разумеет меня и знает меня. А вот верить и знать, это одно и то же или разное? На прошлой неделе мы молились за семью Колосовых. Семьи Колосовых. И вот в семье Вадика и Веры, у них старшие уже ушли, из дома улетели, осталось два сына. Маленький Яша, друг мой, Иосиф. И еще у них есть Денис. Если бы я спросил, Вадим, ты веришь, что Денис твой сын? Он бы засмеялся, сказал, я не верю, я знаю. Я знаю, когда моя жена носила его под сердцем, когда он родился, я его взял вот такой маленький. А потом, когда подрастал, я смотрю фотографии моего детства и вижу сына моего один и к одному. Он даже ходит, как я. Он даже разговаривает, как я. Я не верю, я знаю. Вот это знание, когда мы имеем практику, опыт имеем. Но вот тогда позвольте мне прочитать место Священного Писания. Это книга Иова. Я думаю, все ее читали. Если кто-то давно не читал, прочитайте вновь. Это такая богатая книга, это древняя книга. И там написано. Прочитаем мы два стиха с 19 главы. 19 глава, с 25 стиха. Иов говорит, когда у него были страшные муки, когда страшное бедствие постигло его, такое, как нас никого не постигало, когда друзья ему пришли утешить, они его так нагрузили. И он говорит, «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою эту. И я во плоти моей узрю Бога, я узрю сам Его. Мои глаза, не глаза другого увидят Его. Истаивает сердце мое в груди моей». Это слова праведного человека. Вы заметили, он говорит, «А я знаю». У меня вопрос. Эта книга была написана в 1900 лет до рождения Христа. Моисей народ вывел в 1575 году до рождения Христа. Иов жил раньше. Он не читал Торы, пяти книжья, которые написал Моисей. Как он говорит, «Я знаю, Искупитель мой жив». Нам открывает слово, что вера, она от слышания. Слышание от Слова Божия. Когда мы читаем и слышим Слово Божие, приходит вера. Но вот Иов не говорит, «Я верю, я думаю, я надеюсь». Он говорит, «Я знаю, Искупитель мой жив». И он, «Тело мое восстановит, глаза мои, я увижу его». Я не думаю, что он говорил о восстановлении, вот как об исцелении. У него была идея, которую мы ожидаем. Он не читал послания Коринфянам «При гласе Архангела, при трубе Господня, мертвые воскреснут, мы изменимся». Этого не было написано. Знаете, в жизни каждого человека, наверное, есть какие-то вопросы. Думаешь, как может быть, умом бы своим постичь. они постигаются верою. И вот, я помню, к нам приезжал многие лет уже назад Андрей Яковлевич Барк. Это благословенный служитель в Киргизии был. Потом он сейчас живет в Германии. И мы разговаривали с молодежью, посетили. И он говорит, «У меня тоже много вопросов есть». Я так удивился. Он столько лет служитель, столько читает Евангелие, Библию, и ее изъясняет. И он говорит, «Только знаете, у меня образно есть как бы полочка. И я там имею вопрос, там имею, там, там. И есть высоко на полочке вопросы. Потом проходит время, они меня не смущают, не останавливают. Проходит время, я читаю слово. Оу! Бог открыл мне. Вот он, вопрос мой. Он для меня ясен. Бывает, слушаю проповедь, и в проповеди открывается мне. И еще один вопрос я снял с этой полочки. Вот подобно у меня было. Как могло с Иовом такое случиться? Я верю, что он знал». По вторникам, если кто ходит на разбор, мы проходим Евангелие и жизнь патриархов. И Денис ведет жизнь патриархов и показывает. И на примере Авраама, Авраам-то тоже не читал послания. Их не было тогда. И он Бог, который обитает в неприступном свете, он являлся Аврааму и говорил волю свою святую. И разговаривал с ним и давал повеления. И Авраам повиновался, и он назван мужем веры. И я провел параллель. Не точно так. Но Бог так же являлся и Иову и открылся. Иов не читал послания, но он знал. Ему папа сказал, ему дедушка сказал, ему прадедушка сказал об Адаме и Еве, об Моисеи, извиняюсь, об Нои, который построил Ковчег, о его потомках. И он знал Бога, перед Которым хотел. Во всякое время Бог по-своему открывается людям. А Слово Божие говорит о нам. Бог в последние дни говорил в Сыне Своем Единородном, Который послал на эту землю, Который стал Искупителем нашим. И мы знаем Господа нашего. Знание приходит от Бога. Вера, которую мы приближаемся к Богу, это дар от Бога. Познание оно дается от Бога. Всем ли Бог открывается послание, первое послание Коринфянам, восьмая глава, второй, третий, четвертый стихи. Второй, третий стих. Первое Коринфянам, восьмая глава. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. но кто любит Бога, тому дается знание от него, от Бога. Дорогие братья и сестры, я верю, Бог открывается всем, но у него есть условия, любящим его. Кто любит Бога, тому Бог дает знание. А кто думает, что он знает, тот еще ничего не знает. Мы, наверное, в практике сталкивались с людьми, которые прекрасно знали Библию, знали ее наизусть. Преподаватели научного атеизма, мы были знакомы, многие были знакомы с Борисом Иосифовичем Галперин, который знал, он преподавал, он его искажал слово так, а потом пришло время, когда Бог его в стесненные обстоятельства ввел, подобно Иову, не в той мере. И тогда он познал Бога. И тогда ему слово открылось от Бога, но первая была искра, когда загорелась вера в Бога. И потом Бог открылся ему как Бог, которого он познавал. Мне очень нравится в послании Галатам, 4 глава, 9 стих, записано так. Ныне же познавший Бога или лучше получивший познание от Бога. А Боге можно читать, можно его знать, но мы получаем познание от Бога. Бог открывает. Знаете, я всегда взял себе в правило уже давно, когда сажусь дома читать Библию, я всегда, Господи, благослови слово, благослови разум мой и открой его к уразумению Писания, чтобы непонятно было его. И Бог открывает. Я верю, что всякий раз, когда мы приходим в дом молитвы, мы слушаем или вначале пастор молится, чтобы Господь благословил слово, которое будет говориться, чтобы благословил слушающих. Очень важно, чтобы Господь благословил, это моя и твоя молитва должна быть, мой разум, чтобы мне принять и понять Бога. И Бог открывается. И тогда приходит вера, а потом знание, познание Бога. Как это происходит? Знаете, когда пророк Иезекииль говорил о Новом Завете, пророческие слова, он говорил такие слова, 36 глава, 26 стих пророка Иезекииля, и возьму из плоти вашей, сердце каменное и дам вам плотяное. Как это можно понять с закона физики, химии, биологии, анатомии? Как это можно понять из практики? А никак не поймешь. Мне нравится одна песня христианская, «Новое сердце», и там такой куплет. И поверил я в то непонятное мне обещание и пришел к нему с сердцем безбожным, разбитым, усталым, и пока я стоял перед ним весь в слезах покаяния, он свершил пересадку, дав новое мне жизни начало. Это делает Бог по своему духовному закону. Он изменил сердце мое свое время. Он изменил сердце верю, брат и сестра, твое свое время. Как это Бог делает? Могуществом Своим, Духом Святым, проникая и возрождая нас для новой жизни. Дух Святой, Он с нами пребывает и в нас будет. И в нас входит, когда мы открываемся верою. Первое, это нужно поверить. И мне очень близки вот эти слова, которые сказаны в этой песне. И поверил я в то непонятное мне обещание. Бога не нужно исследовать, Ему нужно довериться, поверить и принять Его в сердце свое. И это есть молитва покаяния. И тогда это начало новой жизни. И тогда Бог начинает нам открываться, и мы познаем Его, или Он нам дает познание Себя. И тогда мы возрастаем в вере. Это прекрасная жизнь с Господом нашим, Иисусом Христом. И тогда мы вместе с апостолом Павлом можем сказать, ибо знаем, что когда наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от него дом нерукотворенный, вечный. Вот это вот путь веры, когда мы говорим думаю, недостаточно, верю, потому что так написано, а потом приходит знание того духовного, невидимого, но постижимого, постигаемого мира. Но вот у меня еще один вопрос к Иову, когда он говорит, а я знаю, искупитель мой жив. У него никакого сомнения не было. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, которые с нами, может быть, вы родились и выросли в христианской семье, быть может вы в другой семье выросли, но вы слышите о Боге, но вы не познали Его еще как личного Спасителя. Если бы мы спросили у Дениски, это папа твой? Он бы сказал, конечно. Бог, который пребывает в неприступном свете, Он послал Сына Своего Единородного и через Него мы имеем мир с Богом. Можешь ты сказать, это Мой Спаситель? Я думаю, никто из нас не сомневается, не скажет, не знаю, есть ли там. Я верю, что Бог есть, есть Творец, это даже следствие разума или мышления нашего. Вы верите, что Иисус Христос был на этой земле, умер, воскрес и вознесся. У меня другой вопрос. Можешь ты сказать, что это Мой Спаситель? Как это происходит? Это работа Духа Святого. Я помню в жизни моей, когда я был еще в молодежи, я вместе с молодежью пел, радовался, слышу, а потом мне записочки написали, а ты уже покаялся в жизни своей? Это был, знаете, для меня такой, как гром с неба, а я еще не был обращенный. Я знал о Боге, я знал о Христе, я пел о Нем, говорил, может быть, радовался, но у меня здесь не было. Это было для меня такой стук. Дорогой друг, юноша, девица, может быть, в твоем сердце происходит сегодня такое? И я отозвался, я сказал, я верю, что Иисус Христос есть Сын Божий, я хочу, чтобы Он был мой Спаситель. Это Иисуса сторона, когда Он сделал все возможное для того, чтобы спасти, надо было мою сторону выйти, и я покаялся. В молитве покаяния обратился к Богу, и я поверил непонятному мне Слову, и Бог совершил великое, то, что люди не могут сделать. Он возродил сердце мое, Он зажег там дух жизни, новой жизни, вечной жизни во Христе Иисусе. Быть может, в твоем сердце сегодня есть призыв. Сегодня время благодатное, время спасения. Тебе нужно, за тебя никто не сделает, Бог тебя не заставит. И я за тебя сделать не могу. Это нужно тебе сказать. Иисус Христос, я верю, что ты Сын Божий. Я открываю сердце свое, прошу, прости меня, и подари мне жизнь вечную. И Бог это соделает, и это начало. И вот тогда ты можешь сказать, а я знаю, искупитель мой, мой жив. Даже когда в жизни моей случается что-то непонятное, трудности, переживания, мы живем в этом мире, и это мир борьба. Жизнь это борьба. Пусть не будет смущения у нас, дорогие братья и сестры, пусть не будет смущения, пусть дьявол никогда нам не затмит Голгофу и силу крови. И пусть мы, познавая Господа Иисуса Христа, будем приближаться к Нему. И позвольте свою проповедь закончить одним благодатным наставлением молитвой апостола Павла, которую он оставил. Одно предложение, послание к Ефесинам, 1 глава с 15 стиха. Апостол Павел говорит такие слова. Поэтому и я, услышав о вере, вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал нам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил глаза сердца нашего, дабы что вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадил одесную себя на небесах превыше всякого начальства и власти и силы и господства и всякого имени именуемого не только в этом веке, но и в будущем и все покорил под ноги Его Иисуса и поставил Его Иисуса выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем Ему слава во все дни церкви на земле и вечности Аминь Поклонимся и прославим Господа наш Редактор субтитров Корректор А.Егорова